Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении, которое вам позволит на любом сайте управлять Куки. Вот данное расширение я описал его функционал. Также, что такое Куки? Небольшой фрагмент данных, который хранится на компьютере пользователя, работающий по HTTP запросу. Вот я описал принцип работы этого запроса. Также я описал, какие есть недостатки в безопасности Куки и как их можно устранить. Кратенько, все кратко. Давайте перейдем в интернет-магазин и там я расскажу вам все подробнее. Вы перешли в интернет-магазин расширений и нажимаете установить данное расширение. Но, как вы видите, у меня уже установлено ОНО. Также не забудьте спуститься и посмотреть, подходит ли ваше устройство для данного расширения или нет. Я вам буду показывать на новой версии. Как вы видите, в новой версии есть вот такое поле. Я вам чуть попозже объясню, как оно все работает. Я только скажу, они отличаются от старой версии только двумя вещами. Сейчас покажу. Вот этим полем и настройками вот этими. Остальном они абсолютно одинаковые. Давайте перейдем, ну, например, вот на этот сайт. И на нем все покажу. Как вы видите, я нахожусь сейчас в учетной записи своей. Тестовой. Вот доказательства. И давайте попробуем выйти из этой учетной записи, удалив Кукис. Перед этим я экспортирую данные Куки. Что такое экспорт? Экспорт – это копирование всех данных Куки из этого сайта в буфер обмена. А что такое буфер обмена? Это выделенная часть памяти временного хранения. Нажимаете вот сюда. Копировано в буфер обмена. И можно нажать вот сюда. Удалить все. Каждая функция будет подписана. Для удобства пользования. Нажали. Мы же видим, что нету ничего. Можно даже обновить для уверенности. Как видите, нету. Самое главное, не забудьте обновить страницу. Вот. Как вы видите, просит войти в учетную запись. Я даже вам могу показать. Видите? Ну, смотрите. Если сейчас я попытаюсь вставить Кукис, вы кое-что увидите интересное. Вставляем. Вот, кстати, как сами выглядят Кукис. Для тех, кто не знает. Они вот таким образом специально написаны. И специальному алгоритму показывают в системе то, что это вы, идентификатор ваш. Обычным словом. Это ваш идентификатор. При вставлении Кукис, не забывайте нажимать на галочку. Это очень важно. После нажатия галочки, оно компонуется по специальным разделчикам. Это уже делает сама программа. И нажимаем обновить. Как мы видим, очень интересный произошел случай. Мы зашли в свой личный кабинет. Тестовый. Ну, хорошо. Мы смогли зайти. А что это нам дает? А это нам дает такую функцию, то что, если мы узнаем, например, свой пароль от ВК. И на другом компьютере вставим эти Куки, мы сможем войти без пароля уже. Это работает с любой учетной записью. Где, разумеется, нет специализированной защиты от второго подключения, от второй включения сессии. Также, давайте я вам расскажу, что вот этот плюсик означает. Новые Куки. Для тех, кто понимает. Здесь можно написать свои Куки. Но эта функция сделана только для особо людей, разбирающихся в веб-программировании, в Куки. Вам эта функция, скорее всего, не понадобится. О ней можете послушать только вскользь. Также в этой функционале есть такие функции. Особо интересные. На них можно заоскрыть внимание. Только HTTP запрос. Вот эту галочку можно снимать, можно ставить безопасная, сессия, или только домен. Ну, в принципе, привязка к домену. То есть, если вот эта вот Куки у вас уже не сможет перейти на другой домен. Она именно привязана к этому домену. Именно с этими всеми параметрами. С этим доменом. Она уже не сможет уползти в другой. Вот я покажу. Видите, вот. Открыть, и можно изменить домен. Показываю. Видите? А если нажимаем вот эту галочку, он такой серенький. И то есть, вы не сможете его изменить. Сделано для защиты домена. Ну, для... Чтоб не было повреждения. Также вот такой есть замочек. Защита Куки. Нажимаете. Нажимаете галочку. Самое главное, не забывайте нажимать на галочку после какого-либо изменения. И смотрите. Данная Куки стала зеленым. Вот. Видите? И сейчас вы можете заметить, очень интересный произойдет случай. Смотрите. Очистить нажимаю. Предварительно также экспорт. На всякий случай делайте. И нажимаете очистить. И нажимаем обновить. И что мы видим? А мы видим то, что мы остались в своей учетной записи. Даже при том, что мы удалили Куки. А почему так произошло? Объясняю на пальцах. Как мы видим, вот эти все удалились. Но один ключевик остался. А по нему подключились остальные. Просто по гармошке. Как кто понимает, просто если один остается хотя бы. И он имеет какое-то весомое значение в данной Куке. Остальные просто последовательно подключаются. Давайте теперь расскажу о вот этой функции, которую я вам хотел рассказать. Вот наглядный пример сейчас приведу. Берем отсюда ссылку. И показываю. Вот видите, здесь ссылка стоит. И вот, например, запомните вот это вот. Если хотите, можете кадры посмотреть, кому интересно. И возвращаясь сюда. Открываю вот эту Куки. И нажимаю сюда. Нажимаю вставить. И смотрите, что произошло. Находясь на этом сайте, можно изменять другие параметры Куки. Достаточно, можно большое применение сделать в робототехнии. В роботах. Но это уже для более таких профессионалов, я так сказал. Краюшком. Привязка к домину. Также все здесь есть, как вы видите. Все, 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 все параметры, которые вот здесь есть, они есть вот на этом сайте. Спросите, а почему так происходит? Потому что есть доступ по домину. А Куки – это всего лишь небольшой фрагмент данных, хранимый на вашем компьютере. А вот по этой ссылочке просто вот это расширение обращается к этим Кукисам. При условии, что вы посещали этот сайт. Вот наглядный пример сейчас сделаю. Вот так сделаю. На этом сайте я, например, не был. Как вы видите, нету Кукис. Также давайте сейчас перейдем к самым интересным пунктам. Можно сделать вот так. Это я покажу чуть попозже. Зачем это я сейчас сделаю? Вы пока смотрите. И также можно сделать под фильтр. Вот смотрите. Как хотите, вот эти функции вы уже настраиваете под себя. Но, 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 запомните. Если вы трогаете данные функции, вы, вы, у вас получается риск, то, что вы уже не сможете зайти в свой аккаунт, пока кое-что не сделаете. Что? Покажу чуть попозже. Нажимаем заблокировать. Нажимаем заблокировать. Ну, это я сейчас покажу, все в ускоренном действии. Подобавляю парочку, чтобы было понятнее. Вот так. И также покажу здесь. Здесь, как вы видите, отличаются от этой. Здесь, как вы видите, зафиксированы вот эти. И здесь, как вы видите, они не зафиксированы, не зеленые. Но они отсюда не исчезнут. Потому что они зафиксированы в этом расширении. И даже если вы их удалите, подставив под фильтр, они все равно будут оставлены. Потому что приоритет всегда берет замочек, чем фильтр. Запомните, это тоже очень важная информация. Ну, давайте перейдем в настройки. И там буду рассказывать уже вам подробнее о каждом-каждом-каждом функционале его. Вот эти функции, сразу говорю, трогайте только те, кто знает. После того, как вы скачаете данное расширение, все функции по умолчанию стоящие, стоят в идеальном положении. Не трогайте их. Давайте перейдем в блокированные. И вот эти вот куки, которые я заблокировал. Если вы хотите их разблокировать, нажимайте вот сюда. Удалить. И все. И они будут разрешены к обработке сайта. Также защищенные куки. Тоже достаточно важные. Вот, как вы видели, зеленый замочек. Вот, видите? Сейчас покажу вам. Вот. Раз, два. И вот это вот сейчас закроется. Вот так вот. Обновить нажму. Вот раз, два. И третья где-то там должна быть. Вот здесь, вот третья. Вот. Ну вот, смотрите. Они защищенные. Видите? Их отсюда просто нельзя убрать. Вам нужно их убирать в ручном режиме. То есть, смотрите. Нажимаете сюда. И нажимаете на защиту. И нажимаете вот так. Убрать. Убрать. И нажимаете обновить. И где-то еще одна осталась. Сейчас найду. Нет, все убрал. Как вы видите, все работает. Это видео из другого сайта. Или если тут, то я ее где-то потерял. Как вы видите, здесь вот есть такая функция опции, которую я вам показывал. Сюда строго заходите. Только те, кто знает. Прям отвечаю за эти слова. И вот сейчас давайте в старую версию. Почему вот эта старая версия мне немного больше нравится по функционалу, чем новая. Давайте расскажу вам подробнее. А вот почему. Потому что здесь есть графики. которые сейчас подлагают. Ну, в целом понятны. Так. Вот. У вас они, скорее всего, не будут лагать. Но у меня лагают из-за того, что я их все включил. Если их отключить все и оставить один, то у вас лагать не будут. Вот, видите? Они у вас появились. И можно вот смотреть, что и к чему относятся. Вот я их опять все включил. Видите? Ну, я включил все, чисто для понятности. Видите? Здесь вот циферки написаны, сколько раз, сколько чего я сделал. И вот здесь обновления написаны. Каждый, вот каждому цвету, который здесь будет вытянутый. Здесь написано, к чему он относится. Также давайте перейдем к следующим параметрам. Сюда не стоит нажимать. Я ошибся случайно. Сейчас покажу, куда нужно нажимать. Вот опции. Отличий от этих практически нет. Вот, смотрите. Что эти. Что эти. Отличий нету только вот по вот этому полю. Отличия. Других отличий практически нету. Ну, только кто заметит, там может парочку функций отличия есть. Также белый список. А, нет. Вот это. А, нет. Вот это защита, а это блокированный список. Ну, защитная система сейчас поработает. И все. Ну, в целом я вам все рассказал. Только осталось рассказать вот это. Смотрите. Вот здесь я. Помните, вот там домен не удалялся. Третий. Вот он где спрятался. Вот, видите. Нажимаете его сюда, отсюда. И вуаля. А, теперь я убрал все домены, которые были блокированы. И остался только здесь один, как вы думали? Нет. Потому что заблокированные вот под защищенные домены, именно идет к конкретному расширению. А ну, только вам выбирать, какое расширение пользоваться. Но, чисто по моему опыту, чисто по моему мнению, пользуйтесь лучше вот этим. Вот. Потому что здесь можно функция, функционал больше, и есть возможность с любого места получать кукис. Также, для тех, кто хочет немножечко так подзаработать, на моем сайте есть вот такой сервис. Данный сервис позволяет на рекламе зарабатывать в целом неплохие деньги. Комиссионные. Если вы человека пригласите в игру, например, War Thunder, Wolf of Tense и другие игры, вам будет комиссия от 20 до 50 рублей, а если он будет какой-то уровень получит, вам могут даже 200 и 250 рублей заплатить. Кто хочет, пожалуйста. Ссылочка данная будет в описании или на моем сайте. Вот здесь я все описал, как данный функционал, какие есть преимущества. Все честно. Если какие-то вопросы возникнут, пишите, я вам отвечу, проконсультирую. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите мне. Комментируйте. Делайте репосты. Всем спасибо. До свидания и всем удачи.